Я разговариваю, что у нас здесь очень хорошо, потому что все равно здесь всегда будет форум и мудрый, и вы говорите, что я после вашей фирмы была эта связь. Так, ребят, давайте как раз спросим, те, кто есть уже в эфире, скажите, насколько нас слышно, потому что говорю я громко, я могу скричать. Если понадобится, вы можете включать. Да, напишите, не стесняйте, вы слышали меня. Я-то слышно. Антона, слышали меня? Всем привет. Елена, спасибо. Окей, давайте я вам скажу, что несколько раз в месяц мы с кафе «Что можно» проводим прямые эфиры, они посвящены развитию. Развитие в компании поднимаем такие темы, как питание, экология, медитации, спор, вообще здорово в жизни, какие-то инновации в сторону какого-то экологичного образа жизни. Мы приглашаем специалистов и здесь эти темы вместе как-то обсуждаем. И здесь через наш эфир можно очень много интересного узнать. Сегодня в гостях у нас Антон Кучин. Это человек, который все знает о конопле. Потому что ее можно не только курить, как знает весь мир, но еще можно из нее готовить много полезных вкусных сетей, шить с ней вещи и сделать даже не бытовую химию. Я вот не сильно ходить, а теперь на плесне на самом деле. Антонов сегодня об этом расскажет он руководитель проекта. Официально присоединяйте с помощью компании Хельпика в смысле области и соль для нас. Вот такая у вас циркательность, да? Хельпика. Просто у циркательных сетей. Понятно. Антон, скажи, пожалуйста, сколько ты уже работаешь на медовазе компании? На медовазе компании? Вам тут сразу дело? Да, хорошо. Алексей, привет. Сейфан с коноплей. Ну, этого была история. С этой компанией. Это нам. Ну, скажем так, будь настроены. Я жил в нашем обществе с разными категориями людей, где коноплю используют. Ну, я сразу же оговорюсь. Не рекомендую. Я начну курить. Оперы это стволы. Это запрещено знакомым, если вы будете курить тихо активную категорию. Едете куда-нибудь в Голландию или в Канаду, если вам в медицинских целях нужно это делать. Ну, скажем так, это питание, которое помогут вам получать уже пользу для организма тела, которую вы хотите, если курите ее для чего-либо, чтобы ее туда не пользовались. В общем, не рекомендую курить. Приемы. Не курить. Ну, а с коноплей, да, сначала мы это растение, допустим, как и начиналось. То есть, когда я ездил с отцом по деревням, где он жил, раньше где он родился, я видел разрушенные деревни, где не было ни квадратных, ни заборов, ничего, а видел только в форме квадрата и в бывших участках домов все это растет. Сейчас я понимаю, почему это так, а раньше, то есть, я даже буду забывать. В те времена моих прапрадедов, прабабушек, то есть, два-три последнего назад, все очень активно использовали эту бутылку, но никак не использовали ее для изготовления тканей, каши делали из нее. Ну, то есть, основное это пинька, ткань или пищу. То есть, семена коноплей, ну, пища, масса давили из коноплей или использовали его, скажем так, ожоги, оно лечит хорошо, повреждения кожи, косметических целей, пищевых целей, ну, и осень, скажем так, это знакомство мое до этой компании. Как я пришел, почему я начал этим заниматься, скажем так? Ну, я по своему субъективному мнению определил для себя, не для кого-то, то есть, не навязывая свою точку зрения, ни в коем случае, что некие проблемы для экологии, люди существуют в виде салфана, загрязнений, нефти, ее сжигания, выкачивания и разных, скажем так, аспектов этого. Мы сейчас говорим о экологии, да? Почему нет, я объясняю, почему я пришел, начал этим заниматься. Я подумал, что, ну, обозначил для себя, что есть проблемы, и как я могу помочь, ну, скажем так, буду говорить в протяжении эфира то, что я думаю, искренне и безответственно. Как на этом? Что помочь в природе, экологии и планете в целом. Как им помочь? Ну, посмотрел на канале, что основные проблемы, какие там, загрязнение, выкачивание нефти, сжигание ее, изготовление салфанов, какие могут быть альтернативы. Это все можно дать конопля. Из конопли можно делать пластики, из конопли можно делать топливо, из конопли можно... Форд сделал свою первую машину из конопли, корпус, на конопляном топли. Первые джинсы будут из конопли, плюс 1800 км. Можно для котельных использовать топливо, это костра из конопли, оно будет такое же, как вода, горение, как твердое какое-то, но все это есть в интернете. Я много воды на весе, то есть информации, но я не ученый, у меня документов нет, но это все есть в интернете, и все это можно проверить и подтвердить. Я решил, что буду заниматься распространением информации о конопле в правильном ее русле. Почему коноплю считается, скажем так, превалирующим большинством нашего общества? Потому что люди, которые начали заниматься, которые занимались изготовлением целлофанной бумаги в 20 веке, зарабатывая на это деньги, они не хотели, чтобы перешли на коноплю. Потому что изготовление бумаги из конопли гораздо дешевле и гораздо приятнее и выгоднее для природы. То есть надо скосить гектар леса, чтобы сделать такое количество бумаги, которое можно сделать из гектара конопли, но конопля растет за 1 год, а лес растет 100 лет. Есть только истощение почвы. Целлофан можно делать из конопли или пластики, но можно делать его из нефти. Нефть выкачивает, это очень долго восстанавливаемый ресурс и серьезные последствия будут для земной ковид, для сел. Опять-таки буду много повторяться, что это все мое субъективное мнение, и если хотите проверить, ищите в интернете. То есть получается, что конопля это дешевый ресурс, который мы используем, можем использовать везде пивищу. Двадцать пять тысяч видов производства может быть товаров, а предметов во всех местах жизни. Двадцать пять тысяч видов продукции. Двадцать пять тысяч, это очень много. Все аспекты жизни можно заменить. От того, что родился человек, по что его одеть, обуть, чем его кормить, где он будет жить, на чем он будет ездить. Абсолютно все нужно сделать из этого. То есть не имеется в виду психоактивные ее свойства, а именно для здоровья, для питания, для радостной, легкой и счастливой жизни. Где-то это уже используется в таком количестве, в какой-то стране, или это везде так же, как у нас в России? Скажем так, в разных странах по-разному используется. Допустим, в Советском Союзе это была культура в сельском хозяйстве номер один по прибылисти. Только потом шла пшеница и все остальное. Это была культура нового детства. Мы уже о чем-то говорили. Но она была распространена в плане пищевой, текстильной, ну и некоторых химических. То есть она может, как основа лаков быть, красок, косметики. Ну а сейчас уже современные технологии позволяют изготавливать из нее суперпрочные пластики, которые пришли от стали. И все это гораздо проще и легче дает природа, и не несет таким потерь почвы, и не истощается недра земли. А это легко восстановило ресурсы. Допустим, это простой пример. Чтобы расти плен или растить хлопок, надо его поддерживать, его жизнь, обрабатывать, ну и всякими разными химикатами, пестицидами. А коноплю, наоборот, чтобы она не росла, надо уничтожать ее пестицидами. А так сама она будет расти как угодно. В любых условиях, в любых полях, в любых климатических условиях ее не надо поддерживать. Она растет сама по себе. Это уже о многом говорили. То есть не надо ничего использовать химическое, чтобы растить коноплю. Она сама по себе растет, просто место ей, поле, где она будет расти. Да. Не мешать ей. Ей просто не мешать. Культивировать, любить ее и уважать. Отдать дань к этому, вышесть расти. И она облагодарит людей, планеты с полной своей. Я это точно знаю. Скажи, пожалуйста, какие действия предпринимаются в Сибири по поводу распространения конопли в этих всех островах? Какая-то работа делается? Какие-то предприятия? Ну да, делается. Это очень тяжело, скажем так, делать. По факту идут. Делается. Идея не переживает в основном. Ну, скажем, я вот здесь это делаю. Это мой пыр. Это все социальные сети. Инстаграмы, посты. Докализация через социальные сети. На агротехнических съездах и форумах это люди заинтересованные в этом. Бизнесмены или просто идеиные люди. Говорят об этом, обсуждают об этом. То есть пробивают, проталкивают законы, чтобы было проще возделать. Ну и по факту, то есть люди сеют поля, делают из этого продукцию. И распространяют среди населения. Кто-то ради бизнеса прибыли, кто-то ради того, чтобы спросить экологию, планету. Каждый разный. Кто-то совмещает эти дела с заработками денег и принесения в кожество. Ну это очень мало, очень много в руках. Скажем так, пока еще столько набирает обороты. Ну как ты считаешь, что это быстро наберет обороты? Да, я считаю, что это будет как приятная шоковая терапия. То есть это будет вспышка. Критическая масса уже набрана. Это люди, которые устали от предыдущих потребительских свойств общества. И хотят чего-то нового, легкого, приятного. Для себя, для людей, для планеты, для общества. Это неиспешно, я скажу. Ольга пишет, что на коноплянные семечки добавляют смуты. Ну, значит она прекрасно меня понимает. Я коноплянные семечки есть. Я не знаю, прочитаете вы или нет. Мука коноплянная, да? Это семена очищенные. А, именно семена. Я добавляю в любые каши, салаты, сладости обволакиваю, как садировочные сукраины. Делаю абсолютно все с ним. Это очень вкусно. Мне нравится. Я буду говорить, еще раз повторюсь, мое субъективное мнение, скромное. Буду говорить то, что чувствует мое тело, то, что чувствую я. Не буду говорить, какие ученые завели, исследования, как это очень много информации, как это полезно. Мне нравится, мне вкусно, я чувствую себя прекрасно. И добавляют везде масло, ядрышки. Давай тогда начнем с еды. Вот есть конопля, да? Ее можно использовать вообще семена, мука, масло, очень много-много-много всего. Всего можно изменить просто коноплей. Это дешевле будет стоить, если мы покупать чем-то, допустим? Не знаю, мука конопляная, мука рисовая? Ну, не знаю, сколько это нет. Нет, я скажу правильно. Если взять статистического человека, который питается привычными продукциями, то есть подсолнечное масло, пшеничная мука и какие самые простые орехи? Ну, грецкие орехи. Тот образ питания будет дешевле, чем у нас. Это безусловно. Это дороже. То есть это дороже, да? Несмотря на то, что конопля растет по всем полям, растет километрами. За ней не надо следить, поливать ее. Она из нее не позволяет делать то, что из нее надо делать. Вот эти продукции делаются из мизернейшего количества посевов, которые с колоссальным трудом пробиты сквозь бюрократическую и юридическую машину в нашей системе. Продавлено. Чтобы это было узаконено, чтобы это было подверждено, что оно техническое, что там содержание ТГК очень маленькое. Производство, все идет с нуля, потому что все производство уничтожено. В Советском Союзе, как только было, все станки, все фабрики, все заводы, все это закрыто. Все идет с нуля. То есть это, можно сказать, новое возрождение новой отрасли. Только мы знаем, как это делается. Вот так у нас начинается о том, что, да, все мы стремимся к дороге, к умозу жизни, к экологичному умозу жизни. Но на данный момент те, кто занимается продвижением, вот это все. Ну вы, это почему дороже это все, а? Ну что все? Почему это все дороже? Понимаете, это, наоборот, должно быть таким доступным, на мой взгляд, максимально, я сам это понимаю, да? Поддержая это кафе, мы максимально сделать для всех доступным. Скажем так... Сталкивать с тем, что очень дороже. И с тем он себе позволит, да? Смотрите, с того значительной экологичкой. Этот наш эфир, он, скажем так, один из складов, чтобы это было дешевле. Вот данный эфир, это именно есть популяризация, чтобы... Этот эфир, я надеюсь, посмотрит какой-то количество человек. Какое-то количество человек узнает о том, что тонопля не только просто там где-то растет, и что-то там где-то кто-то как-то употребляет. Еще люди узнают, что ее можно купить. Какой-то процент из этих людей купит это, начнет пушить, ему понравится, он из каждого. Произойдет популяризация. За счет этого производители получат перебор. С помощью этого они смогут улучшить его, модернизировать, и за счет этого он удешевлится. Новые отрасли откроются, еще удешевление. То есть дипстиль, вазники, топливо, еще удешевление. То есть за счет популяризации, чем я и занимаюсь, это приведет к удешевлению продукта. Почему пшеница и посмотреть, что масло дошло? Потому что ее все едят. Если бы ее никто не ел, ее бы никто не делал. А потом бы все это похерилось, особо нормально, скажем так. И потом бы начали создавать пшеничную муку. Вот ничего бы не было, она бы стоила тоже колоссальных денег. Потому что нигде бы не было посева пшеницы, не было ничего сделать пшеницу, не было добавить масло. Ничего бы это не было, она бы тоже стоила дорого. Но поскольку их все кушают, это дешево. Допустим, сеть Мариара в магазина, у них дешево продукты. А какая-то бабушка будет продавать все продукты, которая сделала сама блестя, без пестицидов на огороде, она будет и подороже, потому что она вложила свой труд и объемы маленький. Этот труд производится. То есть потому что маленький спрос на данный момент, да? По такой цене, да? Да. Маленькое производство, маленький спрос. Мука сто рублей стоит, кстати, сказать. Да, ну, я не знаю. Ну, как-либо это мало. Она, так, для начала, ее надо смешивать с пшеничей. Она очень долго будет уходить. Ее очень мало надо. Это очень дешево. Семена 100 грамм 300 рублей. Вот эта пачка у вас любимая уходит. Я ее очень активно ем. Оно уходит где-то за неделю, за полторы. Бутылка масла стоит 720 рублей. Я ее и пью, и натощак, и во все блюда лью. И в каши, и в салаты, и в овощные. Ну, я не употребляю ее. Вот желтый. Что за просмотрение? Эта бутылочка уходит, ну, даже и в косметику любимую. Она уходит в масле, то есть в массаже с маслом. Один из защитителей этой компании, у него сеть массажных салонов в Москве. И он активно использует это масло в массаже. То есть эта бутылка уходит за 2-3 с половиной недели. Скажем так, это, я говорю, это дороже, чем бутылка подсолнечного масла. Но это не дорого в плане перейти постепенно на эту дизайну. Это доступно, скажем так. Но отельные салаты, они немного дороже. Но чем больше людей это узнает, тем больше поможет, тем больше популяризирует. Хотя бы просто знанием о том, что это можно кушать, уже будет дешевле, проще, и легче пробивать все. А это где компания находится территориально? В Хакасии. Мне нравится. Нет, мне нравится, что это будет. Все растет в Хакасии. То есть, какова полезность? Вертамины, минералы, да? Огромное, огромное количество. Да, я скажу так. То есть это, ну, от усталости до онкозаболеваний. Ну, такой спектр, скажем так. Я не врач, я не ученый. Все это можно найти в интернете. Но это пищевые волокна для перестатики желудка, улучшения пищеварительных процессов. Стабилизирует сахар для диабетика. Для тех, у кого излишний вес, проблем с весом, гормональный испорт. Профилактика онкозаболеваний, потому что это некое ощевачивание. То есть, не позволяет рак вам легком распространяться и расти, а наоборот сокращает. Профилактика как после химии, так и профилактика в принципе онкозаболеваний. Много-много-много пользы. Для мозги. Ну, да, подсказывает любимое, что это содержание, идеальный баланс омега-кислот для усвоения человека. Омега-3, омега-6, еще и омега-9. То есть это идеальнее, чем красную рыбу кушать, если кто-то ищет омега-кислот. Омега-3, омега-6, омега-9. Ну, я просто отвечислю, что написано на заднем покупке. Белки, жиры, углеводы. Белки 32, жиры 49, углеводы 300 граммов, витамины Е, витамин В, витамин В1, В2, В3, витамин С, микроэлементы фосфор, калий, магний, кальций, железо. И это только малое, что влезло на покупку. То есть у меня есть инстаграм, там все подробное расписывалось. Только ради того, чтобы люди узнали. Вы не покупайте здесь, вы купите где-нибудь в покупке. Ну или просто попробуйте, вы знаете, что это уже. Оно же есть везде уже, то есть уже в эко-маркетах. Во всех эко-маркетах, я думаю, уже можно встретить. Я обошел в зоне, скажем так, в ближайшем районе, я прошел в магазины. Где-то есть, где-то дороже, где-то дешевле, где-то пластиковых покупок, что не очень ответственно, там, допустим, масса. Но очень мало, очень мало в магазинах поставленных. То есть крайне, скажем так, ну, если захотите, все можно найти. А также, как бы просто человеку в 5 весных глазах, который зашел в блюдо не как-то здорового питания, уже трудно, чтобы, допустим, в каких-то магазинах, которые спустые, ну, другие продукты, они зашли, не хотят, чтобы увидели их. И для этого пока не хватит. Ну, я буду заниматься, кстати, в принципе, не с моим мнением. Вообще, в каких-то магазинах, какие-то, чтобы использовали, да, ну, выпечки в хлебе, там, вообще, блюда в бегочке, кафе вегетарианские, то есть, здорового питания, фидис-центре, там, отели, добы, там, санатории. Ну, все-все-все, все-все. Ну, спортсмены знают уже про коноплянный протеин. Мы здесь постоянно слышим об этом, у нас здесь очень много, скажем так, все к нам приходят, в ПТИС приходят, и ПП-шники, те, которые тут занимаются, все, у нас фитнес-фук вот, они все говорят про коноплянный протеин, варят его, и на чем мы заказываем, где-то много его заказываем. Ну, да. Мне нужно, думаю, есть коноплянный протеин. Я, может быть, не объективен буду, но я считаю, что, я думаю, я практически прав, что мука и протеин – это практически одно и то же. Просто там, ну, разные упаковки, названия, потому что в них ничего не добавляется в протеину ненатурального, а он делается из семян коноплянный очищенный. Просто это то же самое, что и мука. А, ну, по сути, ты мне подарил сегодня коноплянную муку, я могу ее в смуси себе добавить. Да, мы сегодня так утром и делали. Мы сегодня продолжаем прикравлять. Спасибо. Так, дальше. Вот. В силу того, что время у нас такое, люди захотели вести здоровье в жизни, захотели там развиваться, узнавать, для чего они едят, да, какую одежду они хотят носить. По сути, это очень актуально. И ты вовремя, вовремя... Это супер. Раз в Новосибирске этим начинаешь заниматься. Что еще? Просто еда из конопли, там, добавки, да? Что еще? Чем ты еще хочешь заниматься? Как-то рассказать людям одежду? Это коноплян? Это... Это лен. Это лен. Это лен. Ну, тоже очень приятно. Да. Ну, и носят уже одежду из коноплян. У меня просто только кошелечки из коноплян. Вот сколько бы я не искал, не занимался поиском интернатив производства конопляной ткани в России, ей занимается, как, допустим, бабуля или дедуля, ну, или особые деньги люди, для себя сами дома, в домашних условиях, древними методами занимаются изготовлением, не на продажу чисто для себя, только так. То есть, нет такого, что можно приобрести коноплянную ткань в России, российского производства. Я этого вижу. Если кто-то знает, пришлите мне, пожалуйста, ссылку в инстаграм, или ребятам, скажите, и мы с радостью вас закажем, чтобы любимая шива, я плюс конопли, будем рисковать. Я не исключал. Я тоже не исключал. Есть ли? Я почему-то думал, что у вас есть. Я думал, что у Кати есть. Люксаки, сумочки, то есть кошельки, это все из непайской ткани, и она такая грубая. То есть, для жителей садков даже здесь не производится подшивка в ни пальской ткани. Они заказали производство. Капали там свои модели, в ни пальце там делают из этой ткани свои. Молодцы ребята. Хотя бы чем-то. То есть, поляризируют, развивают. Но одно из... Ты спроси, что еще я хочу? То есть, через пищу, пока есть эта линейка, привести к тому, что люди узнают больше. Потом следующий этап – это одежда. Одежда – это самая уникальная, это единственная ткань, которая не подвержена воздействию морских солей. То есть, ну, это гипоаллергенная, она температура регулирующая, самая прочная. Ну, очень много... То есть, все бойные, выигранные плотами в те времена, были на парусах и канатах из конопли. То есть, ну, если у тебя парусы и канаты не из конопли, то ты, да, вы уже о чем так говорили. Просто все... То есть, качественно, прочная, будешь носить очень тонко. И... Качественно, прочная. И неподвержена ни к гниению ничему, то есть, ни блесенька дает, и абсолютно что. Это долговечно. Это абсолютно невыгодно современным образителям одежды, которые каждый сезон меняют моду, меняют все за новое, чтобы люди новую и новую и новую одежду покупали, опять кладили отходы. Кстати, текстильная промышленность плодит самая... Это самая загрязняющая промышленность из всех. По моему субъективному мнению, кажется, она больше всего отходов для воды загрязнений произносит. Представьте себе, а канавляя такого делать не будет. Она самая долгоречная, и надо переходить к осознанному. То есть, взял себе одежду, на летном и зиму там, ну, два, ну, три комплекта, ну, пять-шесть платит девушка. Ну, просто их умеет износить. Уже много людей, я думаю, точно так же, как ты, и они бы с радостью, ну, на мой взгляд... Ну, я понимаю, что подобное подобное, в моем окружении там, много людей, которые посударуют себя тресеть. А возможно это сделать? Возможно... Вот тут есть поле канавлии, а что нужно? Станки? Ну, как-то что-то самим. Ну, можно же это начинать делать? Скажем так, это... Это, к сожалению, запрещено запомнить. Даже если она будет техническая, и ты возьмешь из нее что-то делать, ты очень устанешь доказывать это нашим... А это в Ассии так? Или почему? Ну, мы живем в Ассии, да, в Ассии, да, из-за другие страны, из-за законы... Ну, это много где вас... На Ассии это распространено, то есть... Я не знаю где. На Ямайке, наверное, можно саму потери какую канату сорвать ее и высушить, и... Фрикдильные там же... Много станков... Сначала ее ломает степень, отделяет костру от волокна, этим станком, ломает ее. Потом это... Волокно это отделяет, его вычесывают, отбирает самые тонкие на самую приятную мягкую ткань, поглубже на мешкарине. Есть... Ну, придут, потом это... Волокно... Ну, или как это называется, я не знаю... Брутир такой... Волокно... Ну, это... Бабушки и дедушки скажут, Акаскад, я... Я буду этим... Я буду этим заниматься, я сделаю так, что это будет возможно, все это... Все мы к этому придем, но... Пока не особо разглянусь в терминологии. Потом придут, и ткацкие станкируют. Допустим, есть отшельница, евдоки, или... Знаменитые в интернете... А... Акасия Лыкова, вот у нее... Ролик есть у нее в ютубе, что она занимается изготовлением тканей из канады. У нее есть прядки, ткатские станки, она все это делает, занимается, и она использует это. Она независимо живет от цивилизации, у нее... Она использует пищу, масло, и входит в гору за дровами, в связи с их замки, в одежде, которая не портит ее кожу, позволяет дышать, и она не износит. То есть, это уже что-то говорит. Это второй этап. Третий этап, по моему, это было бы здорово, пластыр, салфаном, бумажным, и бумагом. Третий этап, это бумага. Перейти на бумагу искать. То есть, это прекратится уничтожение деревьев. Деревья помогает сохранять почву. То есть, будет меньше пустынь. То есть, это коррозия почвы, и лазит почву. Это третий этап. Ну а потом, пластики, топливо, и просто вспышка, и мы захватим. Мне очень сильно хотелось, чтобы в России много заменения на канал. Очень много. Очень хочется, причем я уверен, что на наш период, нашей жизни, мы к этому придем. По сути, уже все. Уже вот-вот-вот, На тонком плане, мы уже там. Осталось бы тянуть физические дела. Отлично. Еще про генномодифицированные продукты, что канал. Да, интересный момент. Допустим, любая культура, сельскохозяйственная, в данных реалиях жизни, она чтобы росла и давала какие-то плоды, выгодные для агрария, ее обрабатывают хоть какими-то химикатами и пестицидами, но обрабатывают. И если ее не обрабатывать, она зарастет и перестанет носить, она просто вымерет. С коноплей же все наинтересно и на было. То есть, коноплю обрабатывать ничем не надо. Чтобы ее уничтожить, ее надо травить, поливать керосином, сжечь, таштарами, соматами. И ее надо уничтожать, но если ее не трогать, она растет. То есть, вы понимаете, о чем ты говоришь? Она не требует никакой обработки. И ученые пытаются скрещивать, выводить какие-то сорта, одноковый, неодноковый, чтобы они были какого-то определенного вида, там медицинской, чтобы больше века было в Канаде или где-то. Но если ученые уберут такое в свои руки, она опять станет той, которая истинная Брамия. То есть, посмотрите, она восстанавливается сама по себе, во что бы то ни стало. Это уникальное растение. То есть, еще есть интересный факт. 5000 лет назад откопали гробницу, которая, сгатая, скажем так, ее запаковывание 5000 лет назад. И там было, среди всех золотых украшений амфорса внутреннего ордена фаролога был сосуд с дышечным маслом, с массом ковроги. То есть, уже в те времена это было ничего, то есть, ни... какие ценности в те времена были. Ну, допустим, это если бы сейчас была, машина Гугатти непохоронена, или там, часы дорогущие. Нет, ничего этого не было. То есть, императоры и фараоны принимали ценность этого растения. То есть, это божественное растение, высшее растение. Уже в те времена это снималось. А сейчас мы вспоминаем все то, что уже было. Сквозь тернии. По работу. По работу еще интересный факт. Да, ну, то есть, скажем так, побочные, все эти вещи, то, что вы станете в земле просветленным человеком. Угу. Это... Потому что в них есть какие-то знания? Ну, да. Безусловно, скажем... Загральные в конопре. Это тоже. И богатый состав омега-3, омега-6, которые непосредственно воздействуют на работу мозга, усиливают работу мозга, концентрацию, балансируют. Это хорошо. Ну, то есть... Гаутама Будда до того, как обрел просветление, он был таким, скажем так, приверженцем такой идеологии. Он отказывался от пищи, он не просил. Он не просил пищу. И он только принимал ее плаку. И специально, есть люди, сейчас они выйдет до сих пор, из которых так приверженцем такой идеологии. Но они ходят рядом с городами, населенные пункты. И люди дают пищу. А он был настолько аскетичен, что он уходил далеко в горы, но чтобы не умереть голода, он съедал в день по 1-7 метров. Чемпионат вытяжения 4-х лет. Ну, это есть информация тоже. Да, потому что там все, весь состав сбалансирован, все есть, и белок, жиры, все сбалансировано. Правильно, в легкости бытия существует. Вот сейчас надо вытяжать, что-нибудь еще раз добавляем. Поживайте, Сейчас ответим, а на основном, как там ходить. Ребята, спрашивайте какие-то вопросы, что у вас касается. Что там они начинают делать? Ну, допустим, на ВДНК есть такой памятник, 7-метровый, золотой, и там, среди спрятавших, спрятался кусконапли, среди пашеницы, подсолнечка. То есть, в то время, когда была СССР, она была культурой, мы заразе по прибыли, как я уже говорил, мы всего лишь навсего возождаем то, что уже было. На самом деле, это очень интересная пера, мне кажется, очень интересная пера. Вообще, столько всего знаешь об этом, рассказываешь, самое главное, что у нас весь Новосибирский такой человек, который готов, готов. 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 Во главе всего не только на УССР. Благодарю, что вы напомнили мне, за счет этого. То есть, вот эта продукция, в Новосибирске, я удивлен, что очень мало людей по этим занимается. Ну, я не знаю, в связи с чем. А вообще, кто-то занимается, я не встречал. Занимается, знаешь, я буду тренинг, я думаю, по моему личному собственному мнению, в плане бизнеса. То есть, они открыли какую-то нишу и через бизнес пытаются, у меня нет денег. То есть, на данный момент, мне особо нечего платить за квартиру. Я... Это очень часто. Всего идея, которая занимается идеологией. Всего идея. Движет, но идея. У вас есть возможность вступить в кооператив, то есть, это сейчас не реклама, это как происходит. Все построено по принципу советских времен, сельхозкоператива потребительского. То есть, есть розничная цена этой продукции. Если вы вступите в кооператив, то вы будете приобретать эту продукцию по дистрибьюторской цене. Если, но вступить в него так просто не получится. То есть, нам нужны люди, которые заинтересованы в распространении правильной информации о этом продукте. То есть, не надо, что, если там была возможность внести 220 тысяч и стать сразу байщиком, а мы вообще по ультра ценим получать этот продукт, по самой дешевой. Но таких людей набежало очень много. Миллионы приносили люди в Москве, но учредители главные сейчас это кооперации, они пытаются их исключить, потому что люди внесли деньги, сидят и ничего не делают. Им не важно, им нужно процентов. есть бизнес, для чего лично. То есть, нам нужны люди, которые идейны и будут заниматься этим осознанностью. И не просто хотят денег, а хотят, чтобы в конце концов пришли все к этому, всем было это доступно, очень дешево, и не надо было портить природу экологии, для того, чтобы кататься на машинах, и все. И все. Многие ищут работу, хотят заниматься бизнесом, играть экологичные люди бизнесом. Вот по-моему, тоже личный совет. Кемпика это где? Где они вообще? В какой стране? Ну, это Россия. То есть, Кемпика, ну, допустим, кто скажет, почему не конопляться? Ну, мы просто хотим захватить наши кооперации всю планету. Да, всю планету покрутим. Это, скажем так, техническая конопля. Закон о возделании технической конопли, он есть давно, с 90-х годов. Задержание в ТГК технической конопли должно быть 0,01% по российскому законодательству вроде бы 1,01% или 0,03%. То есть, у нас были самые стройкие законы. Кстати, в 2019 году уже введен законопроект по медицинской конопли и маке. То есть, будут институты и НИИ в сотрудничестве с бизнесом, государством разрабатывать ТГК-содержание. Это такое лирическое отступление. Если кому-то интересно это свое развитие, наша кооперация тоже будет внедрять эти для онкоболит, есть опыты Канады, и там много от чего это помогает и чему сопутствует. Есть, да, есть возможность, уже просто наша компания она продавила все эти лирические моменты, все это упорядочено уже. есть по Северам Красноярска, в Красноярска, в Красноярске, в Подмосковье. И этим уже занимается, с разделыванием, есть свои объемы, продукции, то есть, линейка какая-то. Скажи, пожалуйста, а если бы было ли вам финансовые возможности или финансовые поддержки, ты помог сам создать свое предприятие? Я говорю о том, что если кто-то хочет инвестировать в такое прекрасное дело, то есть, конечно, конечно, во-первых, я не боюсь никаких ограничений и препонов, меня ничто не остановит, я там понял, то есть, я буду идти до конца, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть, не по головам, а просто продавлять, продавлять, не насильственная революция, скажем так, назовем, как индийские дети, да простит меня он. Ганди? Да, Махатма Ганди. Не насильственная революция, просто. Будем идти, и мы дойдем до конца. То есть, да, можно, можно юридически все это уже откатывать, все можно сделать, все бизнес-правы, бизнес-проекты, не надо собрать ничего нового. То есть, если кто-то хочет расколоть черпу, не надо брать клинг, и колотушкой бить, есть уже колонка. То есть, все это уже откатывать, все уже сделано, все уже настроено, все для людей. Поверьте, мы идем не к тому, чтобы получать деньги, как многие, и сидеть на окопе, и ничего не делать. Мы идем к тому, чтобы убрать все уничтожающее природу, привезти свое, чтобы у людей была пища правильная, дома, чтобы в нашей кооперативе То есть, люди, которые хождаются семьям, дети, они сразу были обеспечены, как в арабских эмиратах, обеспечены люди за счет того, что соблюбляют, выкачивают нефть. У нас будет кооперация за счет того, что ты слышишь на кооперативе, эта вся кооперация будет платить людям деньги просто потому, что они составят. Деньги никуда не будут уходить, никакое там, они будут все между людьми, кто состоит, кто живет на территории. Здесь только вопрос, они осудят меня, быстрительно, вот скажи, но в домашних условиях я не могу сделать, у меня будет перечит, ну как-то не только, назвать перечит, наверное, это я дома соберу конопру, я не... Какое? Если ты посадишь? Останай везде, может быть, мне не надо ее покупать, но она раскрутится. Дикая конопля, дикая конопля, она с избежанием побегает. Ааа. То есть, и она заключена за коноплю. Можно только использовать и делать все, без технической конопли. А технической коноплю надо соединить, надо брать семенной, красивой материал, и надо его постоянно обновлять, и сделать, чтобы он был в содержании, к сожалению. То есть, надо не им, чтобы мы постоянно выводили сорта коноплей с содержанием ТГК минимум. То есть, они давят на коноплю. Но из конопли с ТГК можно делать пищевые продукты без психоактивных вещества. Все это из семян конопли. А в семенах конопли не психоактивные вещества. Оно есть в масле, в пыльце и в зеленой масле. Если семена нет, можно же самостоятельно собрать семена с дикой конопли и тебя увидят, то тебя накажут. Да, но в этом дело. Тут сам факт о том, что везде семена находятся везде. Да, они можно и кушать, и жарить. Дедушки и бабушки так и делали. Они семечки, они жарили как на солнечке. Семечки и кушали. Детям давай покажем. Вот. Если получается, что-то будет дал. По сути, можно... Вот если я там в другом территории, в частном доме, я ж могу эти семечки ставку рисовать и добавлять. Да, но сделай так, чтобы я этого никто не видел. Потому что люди не поймут. Благо, если тебя будут окружать понимающие люди. А если какой-нибудь соскорузу допустят меня, я думаю, что их нужно меньше, будет становиться... По сути, да. Это не рекомендуют, потому что это президент по закону и это сможет. Могут все перепугать. Но за факт, что эти семена конопля они как-то есть просто растения. Мы сегодня всю тему расскажем, как они есть. Конечно, да. Это доступность, да. Доступность это и есть. Просто у нас маленькая стереотип, которые могут перепочиваться. Это работает. Переселка, да. Вот. Какие это напитки есть из конопляного Да, даже есть конопляное молоко, конопляное кофе, то есть... Конопляный чай, да. Это все есть. Даже домашний кусок можно делать из того, что здесь представлено. Из ярощей конопли можно делать конопляную молоко. Из муки можно делать конопляную кофе конопляной. У нас уже в линейке есть конопляный чай из ястьев ферментированной технической конопли, то есть очень вкусно, очень полезно, тонизирующе, без психоактивной составляющей. Дети можно, кормящие мамы, всем кому угодно. то есть это без каких-либо химикатов выращивать и все и все сам кушаю и всем не приду. А как вот это вы можете приедать? Ну, купить можно у меня через Инстаграм есть сайт нашей компании Хэмпи Галу. Как-то можно будет оставить какие-то информацию где-то, где я там написал и у вас поскольку ссылку от сайта или как в Ютубе с какой-нибудь я не говорится. В общем, у меня в Инстаграме есть вся информация. Вот, в Инстаграме, да. Мой телефон могу сейчас поддиктовать. Нет, сейчас у нас во-первых, это стоит там вместе. кто сейчас есть у нас допустим на данный момент ты сейчас там можешь написать просто телефон если в текст. А я... Не, я свой веду. В общем... Ну... Найдут в Инстаграме. Да, в Инстаграме есть визитки. Я ставлю визитки в этом замечательном пафе. То есть будете смотреть номер телефона где угодно. Восемь девятьсот шестьдесят девятьсот шестьдесят девятьсот сорок да, восемнадцать ноль пять. Очень лёгкий телефон. Вот. Что я вам скажу? Вообще, да? Чем столкнусь? Все заказывают на Ахёрне. Я на Ахёрне заказываю всё. Вообще, всё что можно от витаминов, атеинов и всё. Я заказываю на Ахёрне. А если здесь у меня такие посылки 10 с методом от этих человек заказываются. Вот. Все можно на Ахёрне, но это можно быстро сделать но ничего не сзади и сзади не спят. В Новосибирске можно здесь Ну в этом дело. Здесь можно вообще снять у меня доставки. То есть вам по всей России по всей России могу отправлять эти посылки. Как это как? Можете заказывать в других компаниях. Я опять не повторюсь, я не ради денег здесь. Я ради коронализации того, что этот продукт можно кушать и несите этот цвет информации в России. Что это не только курение я буду думать это больше а здоровье чем нежели от рук. То есть надо это попросить и от этого быть. Ну кушайте и кушайте. Так, у нас еще есть время. А еще давайте поговорим о косметических средствах. То есть в косметике потому что мы уже варим минут чуть-чуть задели да? В косметике тоже используются. Да, очень широко. То есть это скажем так масло холодного ужина оно может стать пока таки все есть в инстаграме уже и в интернете оно может стать основой для всех кремов для всех тонизирующих уважняющих омолаживающих просто для массажных для роста волос для структурированности для крепости для роста ногтей и правильно для кожи для ну это супер натурально как это ну допустим пить родниковую воду из чистого горного источника будет болезней любой другой воды это то же самое то есть естественнее и натуральнее будет если у вас где-то вырастет понопля и вы надаете из другого там бочки надаете масло будете использовать его но здесь это нормальное производство чисто аккуратно сделано уже для вас мы сделали самую работу за вас осталось попробовать и рассказать о проблеме здорово очень много раньше видеоинформаций на накупах на накупах на накупах на накупах на накупах на накупах ну что это будет у нас короче как бы это не будет это есть у нас в случае теперь доступно причем как бы это дороговато это дороже чем мы обычно берем да но я не могу сказать что это прям дороже потому что если взять в общем месяц питания и поменять их сразу резко поменять ну знаете продукты ну это будет все время дороже ну на полторы-две тысячи в месяц в месяц в месяц а если распределить стабилизировать и смешать то это не будет это даже будет где-то это будет кто-то покупает оливковое масло где те оливки растут кто их производит вот все в России сделано то есть и по составу богаче и БАДы не нужны которые люди витамины БАДы покупают это вот взамену тут все есть и кальций и магний и омега-3 и омега-6 кто-то просто может отказаться от множества сопоставляющих добавок всего-всего включив только один этот продукт но я говорю еще раз чтобы быть объективным надо попробовать это на себе не про это именно фирму а просто попробовать и сказать да это так потому что мы привыкли все жить в обществе чтобы сначала нам говорят родители но я просто пример часто его привожу маленькому ребенку говорят печка или плитка горячая и он в любом случае прикоснется он в любом случае рождется но родители есть такой искренний любовь они говорят бывает не трос ты обозрешься будет больно но самый верный метод познания бытия и мироздания это на своем опыте на своем телесном понимании и ощущении то есть надо понять самому и попробовать чтобы объективно говорить о каких-то вещах я все это попробую я могу с объективностью и правдой говорить что это полезно но вы можете поверить в ней либо не поверите но самое правильное это попробовать самим для его знания нужно как это есть Я думаю, все поверили, в любом случае. Все знают, что канапля полезна. Сейчас уже вся информация доступна, все уже много-много всего в интернете читают, все знают, что это все происходит. Скажем так, читают те, кто пришел к этому, те, кому это интересно. Вот, допустим, я захожу, написано, магазин здорового питания. Я захожу, и могу ласить канапляная продукция. Ну, во-первых, он посмотрел на меня, когда я приехал из деревни, я скажу историю, где я живу вот так, как я выгляжу, там не выгляжу. То есть, ну, я оказался там с плеч-волосой. Почему это? Потому что, ну, у меня нет такого надея. Я хочу увидеть так, как и природа меня создала, как я выгляжу. А здесь я захожу, сначала у меня смотрят так, потом у него есть канапля, потом у него в голове, так, это наркоман, пришел, ну, как же мне дует. То есть, ну, он позиционирует себя, как магазин здорового питания. Он даже не подозревает о том, что искана канапляная продукция. То есть, на этот момент мы еще преодолеваемся. Есть люди, которые стремятся к этому, кто ищет и не участвует. И как бы я сразу сделал спитку? Все имеет место быть. То есть, каждый правил решать то, как он выглядит, так как он питается, так как он делает, так как он разговаривает. Я ни в коем случае не претендую на истину. Все имеет место быть. И для меня это приятно, потому что каждая судьба, она прекрасно возникает. Это хорошо, что все разные дожди. Каждая, какой-то хороший дожди. Каждая, я так радую. У меня такое положение прекрасное. Ребята, вот, знаете что, конопля полезна, она доступна, в Новосибирске она есть. Покупайте у Антона эту. Есть необязательная кишка, мы тут не фирму рекламированы. Просто хотели рассказать, что конопля это очень круто, ее можно не только курить, а можно и есть, и носить, и все остальное. Лучше не курить. Вот сегодня мне по WhatsApp в ТикТоке выложил ролик, и мне один клиент пишет в WhatsApp, ну, как ее заказать, как купить? Я говорю, ну, вот так и так. Ну, а она прет? Нет, не прет. Ну, а как ее курить? Я говорю, ну, попробуй, ну, куба курить. Я говорю, тебя переть не будет, но это печенье пострярное, то есть ее курить не надо. Не курите. Курить вообще плохо. Это смовы, это... Любое, любое по курите, у вас будет реально очень плохо. Не надо ничего курить. Кушайте, дети, гоноплю, будете здоровы. Вот. Стереотип. Вот, ребят, все это есть. Если есть вопросы, пишите, теперь сохранится. 24 часа он будет еще доступен, можно будет посмотреть. Если слишком кому-то хочется его потом пересмотреть, он будет у меня сохранен. Этот вопрос можно тоже будет решить. Вот. Вопросов никаких нету, поэтому я думаю, будем заканчиваться теперь. Саша, по-моему, чем конопляный протеин лучше съем? Еще раз. Отличный вопрос. Благодарю. Вопрос такой. Чем конопляный протеин лучше? Ну, я сам кушал протеин и ел муку. Допустим, когда я ел протеин не конопляный, я не встречал протеин такой, который был бы естественного происхождения, без добавления каких-либо синтезированных составляющих. То есть, нету ничего такого. Допустим, можно сделать яичный протеин без яйца, но он не особо вкусный. Ну и яйца кто-то вообще не кушает, там, яйца, где-то на вкусе. Я стараюсь не загружать в животных. Еще. Это вкус другой. Это абсолютно натуральный и естественный, природный протеин и полезный вкус. И читаю в данную статью о том, что те, кто пьет протеины, они отмечают, что конопляный протеин самый приятный по вкусовому качеству. Самый полезный. То есть, по составу он гораздо богаче, чем белковый личный протеин. Но приятел на вкус и без каких-либо добавок. Ему не надо ничего там синтезировать, изменять, химическое что-то делать. Он просто есть. Перемолотые мелкие семена, как она длилась. Потому что у меня есть протеин. Ну, скажем о том, что для чего люди берут протеин? Людям нужны белки, да? Соответственно. Да. Смотрят на количество белков. Они для чего? Если не хватает человеку белков во время занятий спортом, во время беременности, еще каких-то испытаний своего организма, им нужны дополнительные белки, и они тогда берут протеин. Ну, как бы здесь повышенный. Здесь, собственно, белков. То есть, допустим, я скажу, кто-то разбирается, допустим, он разделяет там ПП, то есть реальное питание. Вот здесь просто на 100 грамм продуктов белков 40 грамм. То есть, ну, мне подходили, я особо не разделяю, сколько калорий, сколько грамм белков, жиров. Ну, подходили люди, которые этим увлекаются, они говорят, что это просто очень много белков. Это просто не реально много белков. Я знаю, почему Гриша задал этот вопрос. У вас заслуженный донор, и, соответственно, в силу этого ему нужно добавочное количество белков. Он пьет протеинушин. Поэтому он и спросил. Я думаю, что соевый. Соевый просто модифицированное много, и у него есть побочные эффекты на гормональную систему. Простой пример. Чтобы выросла соя, ей надо помогать обрабатывать пестицидами и химикатами. Чтобы выросла конопля, этого делать не надо. Всё. Это уже должно сказать о том, что конопляный протеин гораздо натуральнее и правильнее, чем соевый. Соевый, по сути, что бы не было? Да? Нет. Дороже. Сойвый даже дороже. Сойвый, да, дороже. Я думаю, что протеиновая конопляная и мука подрядная. А это... Это одно и то же, да. Да, одно и то же. А раз соевый, то протеин много дороже. Это самый лучший протеин. Гриша, ответили на твой вопрос? Я потом пересмотрю. Да, да, да. Белка-то много. Стоит он... Дешевле. Подешевле. Конопляный? Да. Я не искал, он прям последний был. Выше? Да. Вот и мне кажется, что он должен быть повыше. Стоит он еще дешевле. Потому что много бренд. Конопляный протеин это уже бренд, а это обычная мука. По сути. Я надеюсь, основную мысль передал. Ну да. По сути все, да. Белка там много. Подробности выясняйте в интернете. У меня я буду рад ответить абсолютно на все вопросы. Начиная от своего рождения, заканчивая расцветлением Будды. Шутка. Дерект пишите. Дерект опыту, что можно пишите. Антону в личку пишите. Я не знаю, мне пишите. Я Антону передам вам. И все вопросы ответим. Если не ответим, найдем, кто ответит. Да, да, да. Найдем, где поискать. И все возможно, потому что до этого мы эти эфиры и делаем, чтобы разбирать какие-то такие темы, и чтобы это было очень просто доступно для всех. Может быть, где-то мы не 100% эффективны, но мы очень нравится. Люди, как ты говорили, челик. Мы все люди. Нам свойственно волноваться и ошибаться. Все остальное. Ладно, ребят, заканчиваем эфир. Антон, спасибо тебе. Дайте пожму руку, что ты вообще занимаешься таким прекрасным делом. Благодарю. Всем спасибо. Слушайте следующий наш эфир и пишите. 24 часа. Это доступно. Вопросы задавайте. Сохраняйте. Пишите. Я вам эфир могу вызвать. Все. Спасибо. Легкости бытия. Всем пока. Пока.